ЛДПР ЛДПР – партия Жириновского, старейшая партия в политической системе современной России. Без нее очень сложно представить политическую жизнь страны, Алтайского края в частности. После смерти ее бессменного легендарного лидера Владимира Вольфовича Жириновского перед ЛДПР встают новые задачи. О них и поговорим сегодня. Здравствуйте, это программа «Ваша партия. Коротко». Я ее ведущий Артем Кудинов. А в гостях депутат Барнаульской городской думы, координатор Барнаульской организации ЛДПР, предприниматель Алексей Скосырский. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Рад вас видеть в нашей студии. Ну и об ЛДПР, наверное, с этого начнем. Большие перемены внутри партии. Новый председатель партии в Москве. Новые руководители на местах, в том числе и у нас в крае. Что происходит сегодня и в краевой организации, в Алтайском отделении партии и в Барнауле? Какие настроения у членов партии? Ну вот на сегодняшний день у нас, естественно, после определенных событий были, конечно, настроения потери. Она, безусловно, потеря для нас всех и не только для членов партии. Потому что Владимир Вольфович личность легендарна. И партия у нас старше сегодняшней современной России. Партия наша старше. Поэтому здесь не добавить. То, что касается новых людей, а у нас их на самом деле не так и много. Потому что сегодняшний руководитель, Булаев Сергей Сергеевич. Это наш местный, который алтайское, координатор алтайского отделения. Да, возглавляет. Он не так и нов и молод. Он два года у нас до этого был замом. У Семенова, у старейшего, по большому счету, координатора алтайского. Он прошел большие выборы. Он избрался у нас депутатом Алтайского краевого ЗАГС собрания. Поэтому, в принципе, каких-то новых каких-то изменений, кардинальных, быть не может. То, что происходило до этого, то, что происходит сейчас, это, в принципе, это жизнь. Партия живет. Партия живой организмом. Она развивается, но развивается наша партия четко под тем критериям, которые прописал еще при своей жизни Владимир Вольфович. То есть, конечно, задел был сделан. Задел не просто был сделан. Задел нам сделан на многие, даже, я бы сказал, десятилетия вперед. У нас четкая идеология прописана. Ну, будем надеяться, что у партии большое будущее. Продолжите работать, избираться, побеждать на выборах и так далее. О чем говорят на минуточку и о соцопросах. Мы сегодня уверены, вторые после партии власти. Это здесь... Это соцопрос майский. Это территория края, имеется в виду? Ну, у нас партия. Ну, все регионы у нас. Понятно. Алексеевич, ну, как предпринимателя, наверное, к вам обращусь, как к депутату Барнольской городской думы. Совсем недавно в России отметили День предпринимателя. Да, в общем, мы даже после того, как эта дата прошла, интерес вообще к проблемам предпринимательства не угасает. Вот совсем недавно и президент встречался с молодыми предпринимателями. Была такая очень важная встреча. Если говорить про Алтай, то предпринимательский конгресс прошел. Затем заседание правительства было посвящено специально вопросам малого и среднего предпринимательства на Алтае. Обсуждали, как жить дальше. Что предлагает ЛДПР для развития малого и среднего бизнеса у нас здесь, в регионе? Есть ли какая-то, ну, если не программа, то конкретное предложение? Программа у нас прописана. Мы уже на два цикла больших выборов с этой программой заходили. А на сегодня не случайно у нас в Алтайском краевом ЗАГС собрании комитет по предпринимательству возглавляет Семенов Владимир Владиславович. И он, вот как раз о том, о чем вы говорите на Конгрессе, предложил вполне понятные, простые, разумные вещи. Вот, как пример, наверное, это 60 регионов уже этот инвестпроект приняли. То есть все на самом деле очень просто, а у нас в крае пока нет. А что за инвестпроект? А вот Москва уже давно, в 2019, по-моему, году приняла вот этот закон, возврат, инвестиционный возврат. Это предприниматель, вкладывая свои деньги в здание, в оборудование, и получает он их не за счет вычета налогового 20-процентного, а в объеме полной суммы. То есть, но эти деньги должны быть четкими, понятными, направленными только на развитие производства. Второй момент, это у нас в партийной программе прописано, что, конечно, суммарно налоги, вот именно на малый и средний бизнес, они, ну, тяжелые. По той простой причине, что если взять один налог отдельный, ну да, он там 13, а когда их суммируешь, налог на прибыль, УСН, на землю, на сумма складывается серьезная. Поэтому над этим, вот как раз Семенов и говорил. Третий момент, это вот та самая ситуация, которая у нас сложилась во всей стране. Это импортозамещение. Это сейчас, ну, по большому счету, для активных, но это непочатый край. Но с чем приходит предприниматель в банк? С программой. А программы такой нет. Не было еще такого производства, с которым банк бы мог сравнить рентабельность, окупаемость и прочие вещи. Вот здесь как раз та задача государства и правительства Алтайского края в том числе выступить гарантом. Стимулировать банки кредитованию именно таких импортозамещающих проектов. Что он поручается за этого предпринимателя. Дальше он ему помогает, на мой взгляд, до 2-3 возврата ставки и прочее, и прочее. И вот вам, пожалуйста, новый продукт, импортозамещающий, которого аналогов в России нет. И в Алтайском крае хватает. Я думаю, там еще, наверное, звучали у Владимира Семенова еще и другие предложения. Но вот это вот три таких достаточно важных тезисовых. А они понятные, простые и самое главное, на мой взгляд, рычаги, которыми может пользоваться именно правительство. Стимуляция и поддержка. Ну вот коротко. Алексеевич, вы возглавляете Барнаульскую организацию ЛДПР. Скоро, как известно, большие муниципальные выборы. Но в Барнауле у нас тут каждый третий избиратель, по-моему, проживает. Поэтому здесь нешуточная конкуренция будет. И уже сейчас понятно, что будут очень острые конкурентные выборы. Как вы готовитесь? Есть ли силы? Есть ли ресурсы? Какие задачи ставите перед собой на этих выборах? У нас задачи всегда. Нам еще Владимир Вольфович завещал и при жизни своей стимулировал. Мы настроены, естественно, на победу. В прошлый результат у нас был три депутата. В этот раз, конечно, мы ставим себе задачу хотя бы преодолеть. То есть хотя бы сохранить это количество? Ну, сохранить это же не шаг вперед. Это топтание на месте. А если прирасти один-два, это уже результат достойный. То, что касается членов партийцев, которые в сегодняшней ситуации... А всем кажется, что Владимир Вольфовича не стал. А нас-то как раз вот эта вот трагедия, она нас сплотила. То есть они идеи либерализма, они остались. И они востребованы в обществе. Поэтому люди готовы. Я просто не буду сейчас рассказывать о кандидатах и о программах. Нет, ну, наверное, это уже отдельный разговор. Конечно. Будут выборы. У них будет возможность выступить, рассказать. То, что касается... Есть и старые члены партии. Есть те, которые пытались пройти в АКЗС. Но по определенным причинам не прошли. Мы учли, конечно, сделали работу над ошибками. Но, тем не менее, партия не будет раздавать невыполнимых обещаний. И вот этот сиюсекундный популизм, он нам, в принципе, не нужен. Мы, если делаем, говорим, то и делаем. Если мы обещаем ради голоса избирателя, а потом не делаем, ну, это же жизнь. Алексеевич, если коротко, вы уже частично коснулись этой темы. Вот многих сегодня волнует вопрос о будущем партии. Говорят, что без такого вот харизматичного лидера, как Владимира Борисович, вроде как, и нет. Вы уже, собственно говоря, дали ответ. Нет будущего. Вы дали ответ на этот вопрос. Ваша позиция, так сказать, коротко. Есть ли будущее? Будущее, на мой взгляд, опять же. Ну, я член партии больше 10 лет. Поэтому мне, конечно, сложно иначе говорить. Хотя, вот если смотреть на вещи объективно, тот фундамент, который оставил Владимир Вольфович, просто очень многие его там политической вангой чуть ли не кличут. Это не ванга, это не политический какой-то предсказатель. Это титанический труд. Он, имея возможность, как один из, ну, не знаю, политических тяжеловесов, наверное, имел возможность получать любую информацию со всего мира, анализировать ее, складывать с учетом новых каких-то событий. В общем, если резюмировать, будущее есть. И залогом этого будущего вот тот фундамент, который... Конечно, конечно. Хорошо, ну, спасибо. На этом все. Будем завершать. Спасибо, Алексей Ильич, что пришли к нам сегодня в студию. Ну, а телезрителям берегите себя. Всего доброго. Встретимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»